Одни шли вниз, другие бежали в гору, третьи стояли на месте. В минувшую субботу более 40 тысяч челнинцев вышли на старт самого массового забега Кросснации 2012. Площадь Майдана на несколько часов превратилась в муравейник из людей. Кросснации открыли самые юные. Именно они вышли первыми на старт массового забега. Ребята заметно нервничали, ведь каждый из них хотел победить. Я занимаюсь хоккеем. Я пришел, чтобы занять первое место, потренироваться, посмотреть на других. Первым, вторым, третьим точно прибегу. Ну это спорт. Хорошее настроение. Отдышка. Отдышка, сила. Я пробегу всю дистанцию. Он мучик. Сразу за малышами преодолеть километровую дистанцию предстояло сильнейшим школьным бегунам. Перед забегом они тщательно разминают мышцы. Я думаю, что я пробегу хорошо. И все спортсмены здесь хорошо бегут. И все они, ну я не знаю, есть равные или нет. Надо будет сегодня провериться. У каждого из них своя тактика. Вот только цель одна. Оставить противника позади себя. Эти ребята борются не за медали и место на пьедестале. Их задача добраться до финиша. И как они это сделают бегом или пешком, неважно. Главное, их забеги самые массовые. Большая часть школьников выбрала спокойный шаг. Чего не скажешь о кадетах. Которые не только пришли по форме. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Но и бежали под своим знаменем. Красивым получился и вип-забег. Во главе с мэром и олимпийской чемпионкой Гульнары Галкиной Самитовой. Его участники на протяжении всей дистанции бежали практически нога в ногу. В подготовке они приступили задолго до мероприятия. За 364 дня вперед, чтобы уже начали готовиться. Потому что за месяц практически не набрать форму невозможно. Ну, какие-то легкие элементы готовности. Так скажем, технику отрабатывать. Костюм подобрать. Научиться красиво стартануть и красивый финиш сделать можно. А остальное уже это трото. Но забеги пенсионеров и людей с ограниченными возможностями заслуживают наибольшего внимания. Эти люди доказали, что при желании ни возраст, ни физические отклонения не могут встать на пути к спорту. Елена Портнова, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин